Представители дипломатических миссий и глава Карагандинской области посетили мемориал жертв политических репрессий. В Казахстане каждый год 31 мая отмечается этот день. Сегодня вспоминали тех, кто погиб в годы сталинских репрессий, голода и депортации. 31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. В этот день представители дипломатических миссий разных стран и Аким области возложили цветы к мемориалу, который находится возле Спаска. С речью выступил Ерлан Кошанов. Многовековая история нашей страны, прошлые столетия оказалась самым кровавым. Был уничтожен цвет нации. Были сломаны не только судьбы отдельных людей, но и целых народов. В Карагандинской области, наверное, сегодня нет ни одной семьи, чья история так или иначе не связана с репрессиями или депортацией. Страшно представить, что за годы существования Карлага через него прошло около миллиона человек. Екатерина Прохорова родилась в необычном месте. Во времена репрессий ее отца посадили, посчитав изменником родины. Много лет мать Екатерины скрывала о том, что родила дочь в лагере Бедаик. Только в 20 лет женщина узнала историю своей семьи. Я не помню ни маминых рук, ни маминого голоса, ни маминых прикосновений. Я очень хорошо, моя ювенальная память запомнила большую, огромную комнату с ядовитыми зелеными панелями и маленькие детские кроватки. И хорошо помню спинку этих кроваток. Видать, наверное, лежала и смотрела. Она была какая-то такая высокая и закругленная. И еще я помню хорошо эти тряпки во рту. Мама позже сказала, что это были жовки. Когда матери были на работе, а детям давали вот эти в марлю, напихивали хлеба и давали жевать, чтобы они много не кричали. Множество людей погибло от голода в годы коллективизации и политические репрессии. Кроме того, Казахстан стал новой родиной для представителей депортированных народов. Корейцев, ненцев, венгров, чеченцев, инкушей, турок, иранцев, крымских татар и других национальностей. Эржи Бет Менсер приехал из Венгрии, чтобы увидеть места, где родители провели тяжелые годы своей жизни. Я в Казахстане впервые приехала в Спаск посетить мемориал наших предков. Очень рада сегодняшнему мероприятию, ведь без прошлого нет будущего. Важно знать свою историю. Моя семья сильно пострадала в те годы. Они провели 10 лет в лагерях, и в том числе в Карлаге, в Спаске и Жасказгане. Поэтому я посчитала нужным приехать и своими глазами посмотреть на это. В Венгрии только 5 лет назад назначили этот день днем жертв политических репрессий. Для Казахстана эта дата имеет особый смысл. Так сложилась история, что наша республика стала местом депортации для миллионов советских граждан. Так, одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий от 14 апреля 1993 года.